Девушки отдыхают Девушки отдыхают Привет, привет, привет Серёж, к нам приходит очень много писем в редакцию с просьбами Предложите Сергею какую-то другую программу Есть очень много программ на телевидении Давай вот сразу поимпровизируй В какие бы ты хотел попасть? На ТНТ или на телевидении? Ну не знаю, насколько тебе важна работа В Камеди есть место? В Камеди? Конечно есть место Гример, массажист Бабка, выбирай любую Ну ладно, ещё какие на ТНТ передачи? Дом 2, но я туда не пойду Как? Почему? Там за волосы таскают Так в этом-то и смысл программу Дом 2 Серёж, ну а какая-то хорошая передача на другом любом канале? Серёж, тебе просто нужно сходить в перезагрузку И всё, и тебя перестанут трогать Это что? Это где всё меняют в тебе, да? Да Прическу Так он выглядит как после перезагрузки Вы-то чё? 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 Вам сейчас вместе со мной импровизировать Ну хватит, я может сейчас всё уладим и нет Может я сейчас отправлю Друзья, аплодисменты, давайте заряжаться настроением Да, добрый вечер всем Импровизация «Меняй» Будут играть Арсений и Антон, приготовьтесь, пожалуйста Да, Арсений и Антон Вы будете импровизировать на заданной мной тему В какой-то момент я буду говорить «Меняй» И вы должны будете менять последнюю фразу или последнее действие Очень всё просто Арсений, ты режиссёр сумасшедшего блокбастера А ты, Антоха, каскадёр, который снимается в этом фильме Собственно говоря, живите, импровизируйте «Меняй» Так, камеры, стоп Слушай, ты сейчас в образе героя-любовника Который запрыгивает без страховки на карниз к женщине «Меняй» Который самостоятельно убивает себя, сбросившись с крыши «Меняй» Который чувствует приближение конца света и заканчивается сам Согласен, ведь и Ивата внутренне объяснил Я хотел как раз поговорить про сценарий, да? Вот смотрите, вы поставили тут автомобиль Ага Я должен на нём разбиться лоб в лоб «Меняй» Я должен на нём перевернуться «Меняй» Я должен в нём помыться Зачем мне в нём мыться? Зачем нанимать каскадёра для этого? Объясните Послушай, ни один артист не согласился мыться из вот этих вот омывашек лобового стекла Ты один худенький влез туда между дворничками, помылся и ушёл Послушайте, ну Давай, я сейчас посмотрю через камеру, как всё это будет смотреться Хорошо, давайте Ну, скомандуйте что-то, может быть А, камера, свет, мотор «Меняй» Камера, поменяйте мне утку «Меняй» Наташа, прекрати мне звонить Хорошая команда Извините, я просто выключу звук, пусть хоть что делает Пошёл Послушайте, у меня просто единственное предложение Может быть, я всё-таки как бы сяду в машину и на лету это сделаю, а? «Меняй» Или, может быть, я это сделаю где-нибудь в метро? «Меняй» Или, может быть, я это сделаю вообще без машины? «Меняй» А может быть, я просто пойду домой? Стой! Что? Это какая-то глупость, а не трюки Послушайте, вы наняли меня в свой дебильный фильм «Меняй» «Безумные гонщики-17» «Менты-4» на НТВ «Меняй» «Валерия и Иосиф ищут приключений» «Что это за фильм?» «Что это за фильм?» «Что это за фильм?» «Я не хочу сниматься» «Это фильм посвящения моим братьям» «Послушайте, вы только не заплачьте» «Я вас очень прошу, успокойтесь, всё нормально» «Меняй» «Вы очень органично смотритесь» «Давайте поменяемся, я буду снимать, а вы лезь туда» «Вы думаете?» «Да, да, у меня получится» «Я буду снимать, а вы к машине, к мывашке, брызгать, отыгрыш и стоп» «Потрясающе будет» «Давайте» «Итак, готов?» «Как там у вас говорят?» «Камера, свет, мотор» «Меняй» «Синица, огурец, врозь» «Я такой в подкате из-под машины выпрыгиваю на капот» «Меняй» «Я такой просто подхожу, вот тут водичкой я умыл лицо и пошёл» «Меняй» «Я такой отодвигаю дворника и начинаю в этой воде работать» «Работай, работай, работай» «Пока хорошо, отлично, теперь я беру крупный план на тебя» «Меняй» «А теперь я беру очень дальний план от тебя, очень дальний» «Меняй» «Теперь я беру вообще не план, просто сам подхожу в кадр, привет» «О, и мы вдвоём начинаем здесь, ооо» «Мыть машину» «Мыть машину» «Мы моем машину» «Моем машину» «И почему, говорят, только у девочек это получается красиво» «Да вообще непонятно» «У нас это тоже красиво» «Да, давай раздеваться, конечно, что мы с тобой стоим» «Остановись» «Меняй» «Давай футболку снимай, очень хорошо пошёл, меняемся обратно» «Обратно, вот» «Давай, футболку» «Меняй» «Японские дизайнеры там» «Меняй» «Просто закатать же можно» «Ага, меняй» «У меня там выше...» «Не могу, не могу снять» «Теперь вы понимаете, почему не могу снять» «Вся съёмочная группа, отвернитесь» «Отвернитесь» «Вы женщина» «Что?» «Меняй» «Это... это от пива» «Это от пива» «Давайте так, мы вам заплатим деньги и просто разойдёмся» «Меняй» «Давайте мы вам заплатим деньги и вы нам покажете, что там выше» «Нет, послушайте, похоже, я опозорился» «Нет, у меня так никогда не будет другой работы» «Давайте, наверное, всё, как будто ничего не было» «Да, конечно, ничего не было, просто кассету сейчас сразу отдаём на телевидение» «Какую там кассету? Вы что?» «Всё писалось» «Меняй» «Всё должно встать на круги своя» «Вы снимаете на кассету, вы с ВГТРК» «Давайте остановим эти съёмки, я умоляю вас» «Спасибо, великолепно» «Самый красивый человек в мире – Александр Рефа» «Вам нравятся фильмы, в которых вы снимаетесь?» «Я обожаю все фильмы, в которых я снялся» «Вот смотрели «Аватар»?» «Это прям...» «Не смотрите» «Посмотрите со мной фильм» «Вы же любите, когда я Галя» «Хотите, в этот раз даже могу быть» «Люля, люля, жарьте меня» «Звёздный гость, как обычно, у нас в программе» «Но сегодня немного необычный звёздный гость» «Дамы и господа, звезда юмора, звезда секса» «Самый красивый человек в мире – Александр Рефа» «Звёздный гость, Звёздный гость!» «Я осветлённый гость». «Боброе!» «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!» «Пойдём?» «Здравствуйте!» «Видишь, как тебя рады все видеть, а?» «Видишь?» «А как я рад?» «Как? Ну, расскажи, как ты рад?» В два раза больше. Чем все вот собрались здесь? Да, в два с половиной. А можешь показать свою радость лицом? Какой радостный человек. Какой радостный хмырь. Впервые на нашей программе. Радостный хмырь. Знакомлю тебя. Это наши ребята-импровизаторы. У них есть имена. Ну и похрен. Это безликие смехомашины, которые будут выдавать юмореску. Они не знают, что будет происходить. И прямо сейчас я познакомлю вас всех с правилами импровизации, в которые мы сейчас сыграем. Называться она будет «Интервью». Ты даешь частые интервью в своей жизни, да? Каждый день. Каждый день. Сегодня вместо тебя ответит на все вопросы, которые адресованы тебе, то есть Александру Реве, Антон Шастун. Он сегодня Александр Рева. Да? Да. Симпатичный парень. Понравился тебе? Да, мне нравится он. Можешь забрать домой. Как его зовут? Антон? Антон. Имя нормальное имя. Имя нормальное. Хотя вначале мне не понравилось. Антон, да, с красивым именем Антон и с плохой фамилией Шастун. Шастун? Шастун. Не повезло, но ничего. Да. Так вот, он Александр Рева, который будет отвечать на вопросы журналистов из разных газет, журналов, изданий, блогов и порталов, которые они придумают сами. Это импровизация, да? Это совершенно импровизация для всех вообще. У тебя есть две кнопочки. Зелененькая, вот с таким звуком, и красная, вот с таким. Если Антон отвечает так бы, как ответил Александр Рева, или тебя просто устраивает ответ, ну или ответ прикольный и можно идти дальше, жмешь на эту кнопочку. Когда это нет, жми красную кнопку, и он будет менять свои ответы до тех пор, пока тебя не устроит ответ. Все понятно? Хорошо. Классно. Поехали. Начинаем интервью. Так, друзья, ну что ж, начнем наше интервью. Первый вопрос. У меня вопрос от общества некрасивых людей России и богатый внутренний мир. Скажите, кто по красоте, но хоть чуть-чуть близок к вам? Ой, вы знаете, чуть-чуть, чуть-чуть близок ко мне Брэд Питт. Но он не дотягивает. Хотя нет, он дотягивает. Но я все равно считаю его прям стрёмным. Вот Брэд Питт, вы видели его? Он прям стримотажа, да? Ну что это такое? Кожа до кости, правильно? Да. А давайте по-русским пройдемся там, не знаю. По-русским Пореченков. Пореченков потрясающий. У него тело великолепное. Актерское... А, нет. Оно у него наполовину великолепное. Давайте следующий вопрос. Радио... А у вас были отношения с женщинами, которые гораздо старше вас? Ну прекратите, конечно же нет. Не было. Я предпочитаю красивых девушек. Хотя разок бывало. Один раз я ночью на рынок зашел. А там поджидала меня красавица одна. Говорит, ну как красавица тоже. Там мне больше расцветка платка понравилась. Вот. Меня в палатку. Хоп! И все. Ну, сам, что было, вас не касается. Давайте следующий вопрос. Вопрос от Павла В. Как стать таким клевым, как ты? Ну... Никак. Коротко и понятно. Следующий вопрос. Портал Революция. Скажите, пожалуйста, что бы вы изменили в российском законодательстве? В российском законодательстве? Да. Ничего. Спасибо. Оно же идеальное. Законодательство. Следующий вопрос. Можешь позагонять его. Вопрос от Михаила Г. Чем вы лучше Галустяна? Ох, чем. Если честно, ничем. Мишка прям талантливее меня. Он прям во всем лучше. Закрывает мне все пути. Ненавижу его. А, нет, люблю его. Извините, это я другого человека. Да, следующий вопрос. Торренттрекер. Хрензакроешь.org. Скажите, вам нравятся фильмы, в которых вы снимаетесь? Да. Я обожаю все фильмы, в которых я снялся. Абсолютно все. Это шедевры кино. Вот смотрели «Аватар». Вот смотрели «Аватар»? Это прям... Не смотрите. Посмотрите со мной фильм. Гублер, например. Следующий вопрос давайте. Журнал для Ревы «Форево». Скажите, что для вас было бы лучшим подарком на праздник? Лучшим подарком на праздник для меня был бы новый хит. А вот если бы мне кто-то подарил песню, например, вот, и я бы был очень благодарен. Потому что, если честно, я сам не пишу свои песни. Мне все... Ну, точнее, пишу. Нет, музыку не пишу, а слова пишу сам. И музыку сам придумываю. Ой, я талант на все руки. Я и клипы сам снимаю. Сам снимаюсь и сам снимаю. Я вот так из камеры, как бы, видели? Я все сам делаю. Так что мне никаких подарков не нужно, знаете ли. Я все подарки сам себе сделаю. Следующий вопрос. Саш, ну когда следующий хит? Следующий хит я собираюсь выпустить вот буквально через месяцок. Уже придумал клип. Скорее всего, полечу куда-нибудь на море. А лучше куда-нибудь посевернее, чтобы добавить экзотики. А лучше останусь прям в Москве сниму. Никуда не поеду. Лучше прям дома на телефончик, скорее всего. Оп, даже песню не запишу. Просто на видюху сниму. Привет, это новый клип. И все. Короче, не люблю я заморачиваться, как вы поняли. Хотя для меня это прям заморочка. Я-то вообще ленивый человек. Я люблю просто вот так полежать, знаете, дома. Просто лежу. И все. Вот так? Слушайте, ну давайте на этом остановимся. Саша просто лежит и все. Классно. Интервью. Следующая импровизация вместе с Александром Ревой называется «Суфлер». Ты будешь суфлером, представляешь? А я сейчас скажу, кто будет участвовать в этой импровизации и кому ты будешь помогать. Сережа Матвиенко и Дима Позов. Пожалуйста. Пожалуйста. Наши актеры будут разыгрывать сцену импровизационную. Они не знают, что я им сейчас дам, какое задание. Но в какой-то момент у них не будет хватать слов, фантазии, магии вокруг. И они будут использовать вот этот жест. Посмотри. Значит, в этот момент нужно... Кофе. Да, кофе. Надо будет... Вот, молодец. Надо будет вбрасывать слова. Как хотите, помогать или... Давай сам, а? Смотри, наш дерзкий. Смотри. Дерзкий коротышка-то опять. Я понял. Ему мешать. А это... Ладно. Да. Все? Разобрались в ролях? Ребята, собственно говоря, о чем? Димка Позов, ты участковый. Ты в двадцатый раз приходишь по одному и тому же адресу. Сережа, ты играешь проживающего по этому адресу. Суфлер. Поехали. А что такое? З-з-з... Здрасте. Здравствуйте. Снова я, я думаю, представляться нет смысла. Опять звонят соседи, говорят, что вы... Воришка. Воришка. В понедельник, говорят, украл... Банку. Соленьев. Банку с соленьев. Хорош, это моя банка была. Они пришли ко мне, взяли банку, ушли. Я пошел, взял банку, ну взял еще... Мне... Мне... Торт. Торт. Торт мне. Они пекли. Я подумал, торт мне. И взял. Я... Извиняюсь. Хорошо. А как тогда вы объясните, то, что буквально в среду, в час ночи, мне звонит ваша соседка снизу и говорит, что вы... Воришка. Воришка. Думает, я не понял, в понедельник. Да? Напоминает. Я говорю, я помню, я приду. Нет, он воришка, воришка. Толдычит меня. Она ко мне пришла, мы с ней... И она просто забыла свои... Мамаша. Свои мамаша. Так мы их называем. Вот они, пусть забирают. Пожалуйста. Я вас перестал. Все. Офицер, как вас, уважаемый... Галя. Галя. Позвольте, я буду так назвать вас. Может, выпьем... Водочки. Водочки. Если, конечно, вам не трудно, я бы все-таки предпочел, чтобы вы меня называли Сергеем Николаевичем. Сергей Николаевичем. Галя, все-таки это знаете только вы и... Володя. Володя. Слушайте, я так подумал, это не дело, что я прощаю вас просто за 100 грамм. Давайте в этот раз вы как-то к 100 граммам добавите какие-нибудь аргументы повесомей, типа... Фотографии. Фотографии какие-нибудь классные. А на фотографиях должно быть изображено... Люля. Люля. Обожаю смотреть на люля. Бывает, знаете, вот сидишь голодный на работе, посмотришь на люля, и прям вот как поел. Вы как знали, у меня на балконе... Фотографии люля. Жарится люля. Давайте сфотографируем. Слушайте, знаете что? Нет. Давайте я вас все-таки наконец-то арестую. Это прям вот уже надоело. Я приду в участок, скажу, что поймал этого злоумышленника, мне дадут... Люля. Люля. Да возьмите вы эти люля, чего вы... Нет, я хочу, чтобы мне дал майор люля, понимаете? Мне не нравятся ваши люля, мне нравятся майорские люля. Я вас понимаю, я вас так... Вы просто хотите, чтобы я... Да прекратите ваши фокусы, просыпайтесь. Давайте одну руку вам освободим. Оставляю, пусть вот я ее пристегну к позвоночнику. Да, слушайте. Вы понимаете, что вам нельзя в тюрьму. Вы вот... Я бы на вашем месте так вот не стоял спокойно, не рассуждал. Вы сядете в тюрьму таким, как вы сразу делают татуировки. Да. Да. Пишут вот так вот. Д-А. Да. И как бы на любой вопрос я отвечаю... И как бы заходите в душ, и все понимают. Да. Что вы делаете? Закрываю дверь. Сейчас я сделаю с вами... Дин-дон. Дин-дон. Подождите, пожалуйста. Что вы хотите? Хотите, чтобы я... Галя. Галей был. Вы же любите, когда я Галя. Хотите, в этот раз даже могу быть... Люля. Люля. Жарьте меня. Я думаю, на этом мы должны остановиться. Не жарьте, Люля, прямо здесь. Дублер. Так называется, гениальная импровизация с Александром в главной роли. Давай сыграем в игру. А называется... Она называется... Вот ты и проиграл. Тупая игра. Два-ноль. Да это просто... Два-ноль. Это тупая игра. Два-ноль. Два-ноль. Нужны надувные биты? Светящиеся браслеты? Разливное пиво? Как вы отдыхать собираетесь? Очень смешно, очень смешно, но не этот ремень. Дублер. Так назывался гениальный фильм с Александром в главной роли. Дублер. Так называется, гениальная импровизация с Александром в главной роли. Ты вместе с одним из ребят, с одним из актеров будешь разыгрывать ситуацию, которую я вам расскажу, когда вы окажетесь, собственно говоря, на сцене. Ты не сможешь говорить, ты сможешь только открывать рот, а говорить будет Антон Шастун. Друзья, аплодисменты. Антон ко мне, Саш туда, а я тебе скажу, кто. Пожалуйста. С тобой вместе примет участие Дима Позов. Димка, выходи. Дима, мне сразу не понравилось. Это хорошо. Это задумка нашей передачи. Итак, внимание. Ситуация, ребята. Вы на курсах самообороны. Димка, ты тренер. Сашка, ты новичок. Но помни, что ты только открываешь рот и действуешь внутри ситуации, а твой дублер, Антон, он работает за тебя. Поехали. Здравствуйте, тренер. Я пришел на свое уже второе занятие и требую, чтобы мы уже начали изучать какие-нибудь удары. Время поджимает. Скоро битва. Здравствуйте. Здравствуйте. Не знаю, какая у вас битва, но второе занятие – это только азы. Вы еще даже не умеете делать стойку. Покажите, как вы освоили стойку. Я освоил стойку Скорпиона. Я сделал это сам дома. Пожалуйста. Это Скорпион? Вы давно не гуглили Скорпиона. Вы понимаете, что нельзя в такой стойке Скорпиона биться с врагом? У вас очень открыт пах. Если мне захотят ударить в пах, то я приму позу журавля. Оп. Действительно. Вы очень ловко защищаете пах. Так. Значит, смотрите. Сейчас повторяем. Повторяем за мной, да? Оп. Легко. Оп. Оп. Почему вы как старый дед, я не понимаю? Ну, смотрите. Сейчас отжимаемся на одной руке. Вы отжимаетесь, я смотрю. Давайте. Да не вопрос. Я могу отжаться на одной руке около 25 раз. Только стоя на коленях единственное. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Стоп. Вам конец в любой подворотне. Поднимайтесь. Поднимайтесь, будем отрабатывать блоки. Значит, смотрите. Я злодей. Такой. Такой. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. И вот я бью. Оп. Нет челюсти. Ещё раз. Защищаемся. Оп. А теперь я бью в ответку. У-у-у-у-у-у. Так, ну-ка дайте-ка я. Послушайте. Я понял. Мне кажется, я могу победить вас прямо сейчас и сам стать тренером. Ха-ха-ха. Это я сейчас буду смеяться. Кто вы? Хорошо, тогда давайте борьбу. Посмотрим, кто в борьбе будет лучшим. Борьбу. Сделайте мне залом. Попробуйте, сделайте мне залом. А теперь неплохо. Неплохо для дилетанта. О-о-оп! О-о-оп! Это не честно. Это приём называется миксер. О-о-оп! И вы уже мёртв. Это я вас просто пощадил, потому что мне хочется хотя бы чему-нибудь научиться человеческому. Тогда посмотрим, что ты сделаешь против подсечек. Оп! Так все просто, да? А ты как думал? Ты смотри, а? Ладно, я понял. Давай посоревнуемся в чем-нибудь другом. Тогда... Я придумал. Я придумал, что я буду делать. Давай сыграем в игру. А называется... Она называет... Вот ты и проиграл. Я могу победить. Ты забыл правила скрещенных рук. Ты проиграл. Второй раунд. Называем овощи. Ты первый. Помидор. Какой же помидор? В этой игре нельзя называть помидор. Какая тупая игра. 2-0. Это тупая игра. 2-0. 2-0. Это тупая игра. Туп. Хватит. Спасибо. Следующая наша импровизация называется экстрасенс. Экстрасенсом придется выступить тебе, Саша. Я пойду и расскажу ребятам, кто ты, где ты и что с тобой случилось. Все это будет абсолютно вымышленно. Но самое главное, тебе нужно следить за тем, как ребята будут выходить на эту сцену к тебе. И они будут вбрасывать какие-то странные фразы, показывать какие-то перед тобой миниатюры, пантомимы. Внимательно будешь слушать их и по очереди отгадывать, кто ты, где ты и что с тобой произошло. В общем, Александр Рева экстрасенс. Он надевает наушники, чтобы не услышать ничего. А я пошел к ребятам. Расскажи, что, как он вообще? Ну как, нулевой, ты же видишь. Да, вообще. Ничего не может. По-моему, он свою песню слушает. Очень доволен. Он всегда слушает только свою песню, я тебе скажу, да. Я думаю, что если мы потихонечку уйдем все отсюда, он даже не заметит. А если напротив поставить зеркало, то можно разобрать и помещение. Он кого-то нашел. Да, на свое шоу уже начинается. О боже, в зале его мать. Ладно, поехали к заданию. Саша будет Павел Воля. Кто это? Это вымышленный персонаж. Павел Воля на дне города в десятый раз не сдал на права. В десятый раз не сдал. Павел Воля, да, на дне города. Понятно. Вот так вот. Если бы мне сказали, что я Рева, я бы не угадал этого никогда. Посмотрим, как это будет с ним. Друзья, аплодисменты. Сашка, задание получено. Пойдем, я тебя провожу на твое боевое место. Так. Да. Вот вставай сюда. Отсюда будут возникать фантомы, которые тебе подскажут, что с тобой произошло, где ты и кто ты. Начинаем угадывать по порядку. Первое. Кто ты? Кто я? Кто ты? Поехали. Аплодисменты. Александр Рева. Экстра-зэк. Ой, это же вы. Сфотографируйте меня, пожалуйста. Я только что освободился. Ээээ, я уже должен... Спасибо. Ты, да. Ты только угадывай, кто ты. Я фотограф. Нет. Хотя... А можно с вами селфи, пожалуйста? Вы же... Вы же он, да? Давайте. Филипп. А, нет. Давайте, давайте, ребята. Ой, а вы что-то в жизни такой худенький и маленький. Филипп. Он же в жизни очень худенький и маленький. Михаил Сергеевич Боярский. Увидимся. Помогите, помогите, Саша. Мне надо на скорость, да? Нет, не обязательно. Главное угадать. Могу издеваться, да? Слушай, да прекрати ты ходить в этот спортзал. Ну, не вариант тебе. Ничего не помогает, видишь? Эээ... Валерий. Валерий Леон... Здорово. Представляешь, тот, кто ты, видится иногда с тем, кто вот выходил к тебе. Опять пол супа съела. Ты можешь побольше есть или нет, а? Как ветер ты опрокидываешься уже, ну. Я ему говорю, Дрищ, не ходи сюда, он опять приперся. Это что за человек вообще, а? Павел Воля. Да, да. Ты сказал Дрищ. Что? Вот это неофициальная кликуха в Воле, Дрищ. Ребята, представляете, что за жизнь такая? Меня люди угадывают по слову Дрищ. Алло, как дела, Дрищ? Да. С днём рождения, Дрищ, дорогой. Дорогой Дрищ, Дрищёныш. Дрищ, я жду тебя. Если бы моя мама знала, что всё придёт к этому. Давайте, Саш, самое главное. Первое может быть совершенно не связано со вторым. Несмотря на то, что ты Павел Воля, где ты, это может быть совершенно сумасшедшее место. Поехали, давайте. Как это всё прекрасно, как это всё прекрасно. У меня дома. Как мы рады, что вы все пришли сегодня сюда. Да, ведь сегодня здесь выступают детские коллективы. Дрессированные собаки и картины. Вот выставка. И салют. Да, салют. И салют, и выставка, и выступают детские коллективы. Торговый центр. Надувные биты, надувные биты. Нужны надувные биты? Светящиеся браслеты. Разливное пиво. Как вы отдыхать собираетесь? Думай, думай, думай. Что за место, где это всё может происходить? Цун. Допивать будете? Благодарю. Это, всё, я понял. Это парк культуры Горького. Вполне возможно, да. Но только, как тебе сказать, это место, конечно, но оно у нас записано не как место. Вот так. Подожди, значит, где-где? Где-где? О, здрасте, пожалуйста, конечно. Лучше б дороги починили. Не говори, лучше б зарплату. О, да. Ну, учителям жрать нечего, а они тут пуляют. Он полетел зарплату. Это понятно. Красная площадь. И на Красной площади тоже. Это может быть, да? Да. Я тебе так скажу, это может быть в любом месте любого города. Во, во, как я подсказал. Я вообще не планировал, а как бы вот это всё вот. Но всё-таки нажрались, Лен. Да вообще ни о чём просто. Кроме пива ничего интересного и не было. Вообще. Хоть бы мужика какого. Это фестиваль «Нашествие». Да. Очень похоже. Это конкретное «Нашествие». Надо слово, да, конкретное? Нет, это три конкретных слова. Это... А там это... Ну чё, какому-то уже это из комедий-клуба выступал кто-нибудь? Обещали. В девять обещали. Не было. Это... Три слова? Это праздник? Это праздник. Это день Святого Валентина? Нет, 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 нет. Это праздник. Это праздник. Ты правильно сказал. Это праздник. А сколько лет ты исполнил? День города? Да! Да! День города Москва. Неважно. Просто день города. Давай проговорим первые две вводные. Кто ты? Значит, кто я? Я... Я... Кто я уже? Я забыл. Вот подсказка. Я... Это Павел Воля. Да. На дне города. Правильно. Павел Воля на дне города. И что с тобой произошло? Как говорится, с юбилеем. Павел Воля на дне города. Не связывай первые два. Так, а я извиняюсь. Вы вновь не хотите платить, да? Вы прям принципиальный, да? Ну, идите учить. Я не знаю. Идите учиться. Ну, что ж ты, а? Бабуля, пойдемте. Извините, пожалуйста. Я... Я не пойму, что вы возмущаетесь. Да, мы проехали всю дистанцию. Но мы это делали на ручнике полчаса. О, какая подсказка. На ручнике. Я... Такая смысловая... Всеобъемлющая... Да? Ну, это гаишник. Что-то связано с ГАИ. Я нахрен увольняюсь. Думай, Сачка. Очень близко уже. Очень близко. Очень смешно, очень смешно. Но не этот ремень. Ай! Только всего лезет. Слушай, мы знаем твою проблему. Мы тебе решили подарить их на день рождения. Вносите, пожалуйста. Да, давайте. Заносите. Вот. Не мучайся. Пл-ж-ж. Права? Права, да. Но что? Подарили права на что? На вождение авто... Да, подарили. А почему подарили-то? Почему подарили? Потому что... И Спартак остается в десятером. Как вот этот чудик, который не может сдать никак на права. И не сдаешь на права. Да, сколько раз? Двенадцать или сколько там раз? Давайте еще. О, Чирик. Аркаша, сегодня тебе исполняется десять лет. Десять раз. Десять свечей. Десять раз не сдал на права. Да, 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 да. А, кипит голову. Вот вы чем здесь занимаетесь. Да. А ты думал, я на работу хожу? Нет. Давай проговорим все. Кто ты? Значит, Павел Воля. Где? На дне города. Что не сделал? Десятый раз не сдал на права. Совершенно верно. Поздравляем. Запомните этот момент. Это импровизация. Это Александр Рева. Спасибо, друзья. Спасибо, друзья. Приходи к нам всегда. Глаз. Я веду. Я вот так откидываюсь. Да, а я веду. И ты просто ходишь вокруг меня. Ай, точно, точно, да. Точно, точно. Ай, какая ты жирная! Какая ты жирная! Я жирная! Я жирная! Я жирная! Сейчас наши актеры примут участие в одной из самых опасных импровизаций. Мышеловки! Па-бам! Внимание! Приговорены! Димка Позов! Чё я? А? Я жирный па-бам! 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 Смотри, смотри, как радуется Арсений. Ты тоже. Разувайтесь, ребята. Разувайтесь. Да-да-да-да-да-да. Арсений Попов и Дима Позов. Можешь в обуви сегодня сыграть? Ребята, чтобы вы поняли, чего они боятся и насколько опасны мышеловки, просто посмотрите. А-а-а. На следующей передаче стёкол насыпем. И тебя положим. И положим тебя. И по тебе походим. Обольём ядом горящим и подожжём. Ну, бабу, киньте одну. А бабу горящую сверху кинем ещё одну, конечно. У нас же добрая семейная программа. А теперь вот, Натя, разбирайте вот эти вот масочки, светонепроницаемые, в которых не видно вообще ни дыры. Арсений, лавай. Ай, класс. И, собственно говоря, задание. Жених и невеста репетируют первый свадебный танец. Арсений, мы тебя уважаем. Мы знаем, что ты настоящий мужчина. Поэтому именно тебе достается роль невесты. Димка, ты жених. Всё, поехали. Мышелотки. Ну чё ты, пришёл? Быстро иди сюда. Мы договаривались, что встретимся с тобой в 12.15. Слышь, ты не командуй. Вот откушу больше кусок каравая и буду командовать тобой. Понятно? Сейчас подтянусь. Знаешь что? Вот. Вот. Я сейчас папу позову. Да всё, я помню, что твой папа оплачивает всю свадьбу. Поэтому и подтягиваюсь. Ну ты подойдёшь, меня как-то обнимешь? Ну ты тоже иди, чтобы мы так долго не шли. Так, Леонид. Сама ты, Леонид. Ты должен ко мне подойти и нежно меня приобнять и вывести на центр зала. Ты чё, блин, дура, не понимаешь, я иду? Ну ты чё такой долгий? А куда спешить? Ты подвыпил, да? Да нет, ну чё... Я сейчас сама к тебе подойду и ты узнаешь мой гнев. Стоп. Люда! Люда! Да что ж, я не мужик! Ай! Как я ненавижу эту мелодию для танца! Я так и знала... Почему именно эта мелодия? Я сейчас её вспомнил, аж заорал, блин. Я так и знала, что ты и сегодня будешь пить, и вчера пил. Знаешь что? Мне вот такой пьяницы, как ты, на свадьбе не нужен. Я ухожу. А-а-а! Ай! Ай! Я вспомнил, что бабочку не купил! Ай! Блин, и запонки! Ай, какой я дурак! Какой я дурак! Прости меня! Лёня! Лёня! Да я рядом. Лёня, я сейчас шаг сделал, и у меня прям как вся жизнь перед глазами промелькнула. Мы с тобой брачный договор... Всё. Не составили! Да хрен с ним, может сейчас танец не получится, и не будем жениться. Слушай, а давай танец-сюрприз. Включается музыка, и я к тебе такая, чё? Ай, чё? Где ты? Где ты? Стой, стой, стой. А, ты здесь? Не нервничай, не нервничай. Просто берёмся за... А, да, ты ведёшь? Я веду. Я вот так откидываюсь? Да, а я веду. И ты просто ходишь вокруг меня. А, точно, точно, да. А, пока неплохо, да? Да. Пока я хожу вокруг тебя. Теперь ты встаёшь на одно колено, а я сажусь на тебя. Да я ж ещё не дошёл вокруг тебя. Это такое дура... Хорошо. А, какое дурацкое движение всё-таки. Лёнь, мне кажется, у меня туфли до крови натёрли. Давай, что ты там про колено говорила? Вставай на колено, я на тебя сверху сажусь. Ну, смелее. Да, да, да. Чё ты такой деревянный? Вот, и смотри, я сажусь такая. Подо... Не, по пять сек. Это страшно, но я обопрусь руками, прежде чем ты нанесаешь. Ага. Вот, ты обопёрся руками? Я ещё не обопёрся руками. А вот сейчас обопёрся? Нет, не обопёрся. Чё ты такой? Да пол грязный, ну что я, ну что его лапать? Ладно, смотри. Помнишь? Опёрся руками, если чё. Вот, а потом я как бы через себя перепрыгивала, и улыбка на камеру. Ай, какая ты жирная! Какая ты, блин, жирная! Я жирная! Я жирная! Ты очень жирная! Ты такая жирная, я аж разревелся. Я жирная! Ты вообще мразь! Я тебя сейчас ушатаю! Не надо! Где ты? Не надо! Где ты? Где ты, дура? Значит, давай сразу с последнего движения. Я устала очень сильно репетировать. Давай, я... Вставай! Вставай! Ой, как это страшно! Как это весело! Спасибо! Спасибо! Всем спасибо огромное! С вами было приятно провести этот вечер! А вам-то как, а? Великолепно! Ребята, я предлагаю попрощаться сегодня, как бы это сделали в фильме с замедленной съёмкой! Видеоблогер, певец Рома Жолуй! Привет, вселенная! Как вы поняли, в таком стиле у нас будет вся сегодняшняя программа. Вы не подскажете, а как можно с вами замутить? Со мной замутить очень сложно. Да просто позвони мне. 8-906-777-293. Представляешь, ты первый, и я как бы в честь этого взял с собой... Топор! Привет! Я мама Алены. А я зажигалка. А ты зажигалка. По тебе и видно. Мышеловки! Привет! Кабрай! Нападение на нашу базу! Убегай! 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 Я буду настаивать перед руководством ТНТ, чтобы из этого состояла вся наша программа. Прошу прощения. И ещё шокеры, конечно. Сухарики. За победу. Чтоб с крупным счётом... Дохан... Ты нашёл... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ